Что есть реальность и как определить её? Виртуальная реальность невозможна, но мы давно уже в ней живём. Звучит на первый взгляд абсурдно, и я бы даже сказал парадоксально, однако сегодня я постараюсь вам доказать, что это действительно так. Искать третью таблетку Морфеуса, что это такое вы узнаете, мы будем в трёх фундаментальных идеях. Первая – теория матрицы, а именно то, что мы уже живём в виртуальной реальности. Идея вторая – современные технологии развиваются настолько стремительно, что скоро мы самостоятельно погрузимся в виртуальную реальность. Идея третья – одним из переходных этапов в виртуальную реальность, или же полноценное существование в этой реальности, будет с эффектом дополненной реальности с помощью тех устройств. За основу этой идеи мы возьмём серию из сериала «Чёрное зеркало», которая называется «Люди против огня». Немногом отчасти, чтобы нам не заблудиться во всех тех реальностях, виртуальностях и прочих катавасиях, давайте разберёмся с двумя основными для нас понятиями. Что такое виртуальность и что такое реальность. Итак, виртуальность. Воображаемые объекты или состояния, которые реально не существуют, но могут возникнуть при определённых условиях. Происходит это от латинского слова «виртус» – потенциальный, возможный, вымышленный, воображаемый, возможно для некоторых определённых целей, объект, субъект, категория, отношения, действия и т.д., не присутствующий в данный момент в реальном мире, а созданный лишь игрой воображения, человеческой мысли, либо сымитированный при помощи других объектов. Реальность. Грубо говоря, это некое место, в котором происходят действия, от прилагательного «реальный». Далее уходит корнями в латинский «realis», то есть «действительный» или «относящийся к вещам». Проводя какие-то аналогии, сон – это тоже реальность, как и виртуальная реальность. Отличие лишь, так скажем, плотности восприятия вами этой реальности, некой условной объективности. Но, что более важно, зависимости одной от другой. То есть сон менее влияет на причину его появления, то есть ту реальность, в которой живет тот, кто его видит. Так же, например, как и компьютерная игра. Да, если вы умрете во сне или в компьютерной игре, то не умрете в той реальности, которая являлась причиной. Но прямая связь все же есть, и эта связь – наш мозг. К примеру, во сне можно бежать от какого-нибудь, ну скажем, страшного зверя и проснуться с учащенным сердцебиением. Или играть в страшную игру, смотреть фильм ужасов. И тоже испугавшись, ощутить уже в более начальной реальности конкретные и реальные, если можно так сказать, физические последствия. Вот такие дела. Ну что ж, а вот теперь поехали к нашим теориям. Итак, классическая матричная теория. Она прекрасна тем, что способна объяснить, пожалуй, всевозможные любые окружающие нас процессы. Она недоказуема, но и неопровергаема. Начнем с того, что матричная теория нереальности реальности стала так популярна лишь по причине технологического прогресса, так как этот прогресс смог вывести эту теорию на более понятный массам уровень. Если очень кратко, научный прогресс создал компьютер и, собственно, все. Тут можно особо не разглагольствовать, ведь на самом деле теория эта была известна намного раньше фильма «Матрицы» из всевозможных религиозных писаний, высказывания отдельных личностей, теории философов и даже поэту по типу Шекспира с его выражением «Весь мир – театр, а люди в нем – актеры», ну и так далее. Просто до компьютеров мы не могли понять возможный механизм, который реально бы показывал, как это все может работать. В общем, долго задерживаться тут не будем и едем дальше. Теория вторая и третья. Их мы будем рассматривать в одном флаконе, так как все они завязаны на развитии технологии. И если долго не размазывать, существует такая достаточно популярная конспирологическо-научно-фантастическая теория, что скоро все мы дружно оденем шлемы и будем тусовать красиво в виртуальной реальности. Ответвления у этой теории есть разные. Кто-то считает, что тусовать мы там будем чуть ли не 24 на 7 с перерывами на сон и еду, кто-то считает, что на работу все же придется ходить в так называемом реальном мире, но зато свободное время в виртуальной реальности будет здорово и прекрасно. То есть можно вкалывать за 5 копеек, быть бомжом, нищим в рваной одежде, жрать пальмовое масло, зато вот в виртуальной реальности тебе вот все сделают здорово, отлично, прекрасно и так, как ты бы хотел. Кто-то считает, что человечество туда окунут подобно матричному сюжету, ну, грубо говоря, в некой как бы принудительной или полупринудительной форме. И все мы погрузимся в такое виртуальное путешествие длиною в жизнь, пока с нас, ну, подобно как в фильме Матрицы, будут выкачивать какие-то необходимые с нас ресурсы, типа энергии и так далее. Что касается идеи номер 3, то кто-то считает, что реальность может стать дополненной по типу серии сериала Черного зеркала, Люди против огня. В Черном зеркале нам показали, как в людей вшивали чип, который моделировал им реальность в реальном времени. Солдаты шли в бой и видели вместо людей так называемых тараканов, которых они, конечно, безжалостно убивали. Но вот тут, думаю, надо разобраться в техчасти, причем раз уж мы философствуем, а не занимаемся какими-то прям конкретными технарскими исследованиями, то опираться будем, как всегда, на то, что видим и имеем. А имеем мы следующее. Сложно дополненная реальность на данный момент и, лично на мой взгляд, совершенно, во-первых, невозможна, а во-вторых, что еще более важно, совершенно не нужна. Сначала про невозможность. Представьте, вот человеку внедряют чип, который обрабатывает, преобразовывает и совершает прочие манипуляции с входящей информацией в режиме онлайн. Вы вообще понимаете, какое в действительности нужно иметь стабильное ПО, стабильную защиту от взлома, совместимость компонентов и тысячи других обстоятельств, которые должны работать идеально, чтобы выстроить подобную систему? И это в 21 веке, где винда все еще лагает, как старая г... На протяжении уже 30 лет. И если уж мы говорим про такую вот внедренную в голову штуковину, не надо забывать, что на все это дело нужно еще и питание брать. А, как вы знаете, та же визуалочка, это ой, какое затратное дело, особенно если эта обработка еще и происходит в режиме онлайн. То есть идеальной прорисовки, без багов и так далее. К примеру, вы видели последнюю презентацию Apple. Ведущая фирма, триллионы баксов, М3, супертехнологии и так далее. Но что в итоге показали? Все те же виртуальные очки на полбашке, где вся виртуальность заканчивается, каких хрен знает сколько лет назад, исключительно на визуале. Это все тот же телек, чтобы посмотреть сериальчик про Теда Ласса или принять очередной видеозвонок. Как-то знаете, ну такое себе, так еще и заряжать надо постоянно. Короче, не буду даже углубляться во все технические трудности ибо слишком их много даже на простейший поверхностный взгляд. На данный момент времени, особенно массово, вся эта дополненная хренатень, это выглядит не более чем костыли. А еще представьте, сколько нужно техобслуживания на все это дело. Это же касается и второй теории. Просто представьте, какие нужны мощности, какого уровня софт, энергозатраты и прочее, прочее, прочее. Короче, это все очень сложно и нестабильно для того, чтобы это стало хоть каким-то подобием массовой системы, чтобы это хоть как-то маячило где-то в ближайшее время в горизонте. Ну и если так, то задайте себе вопрос, то кому это надо? Кому нужна вот эта сложность и нестабильность? Не забывайте вообще-то, что все новые техпримочки, как правило, спускаются откуда? С военных разработок. Они вообще-то там обкатываются в начале. Тут же интернет изначально появился именно в этой сфере. И это же логично. А то вот ты возьмешь что-нибудь, выкинешь такое, и тебе это потом выйдет боком. Не-не. Сначала все тестится на силовой сфере, и уже потом выкатывается в массы. Если выкатывается вообще. А массовость... Что это такое в рамках управления? Это и есть система. Точнее, система управления и направлена на массовость в большей степени. И говоря про массовость, не забывайте, что чем проще система, тем она стабильнее. Упрощать это сложнее, но намного эффективнее, чем усложнять. Вспомните собаку Павлова. Вот так это все и работает в реальности, с людьми в том числе. И чем менее человечество образовано и более податливо тем или иным манипуляциям, тем оно более стабильно, как батарейка. Просто и эффективно. Кстати, вспомните, что как раз-таки те самые батареечки что-то у нас не особо эволюционируют на основном фоне. Как-то вот так же стремительно, да? Если активно пользоваться смартфоном, надо заряжать его по пару раз в день. А что ж так казалось бы, одна из основных потребностей, а именно времени автономной работы, не идет у нас семимильными шагами. И в ходу все еще обычные пальчиковые батарейки, которыми еще, наверное, наши деды пользовались. В то время как проводные телефоны модернизировались, ну можно сказать, в портативные суперкомпьютеры. Но да ладно, это уже тема для другого ролика. И вот теперь идея номер три с половиной. Так называемая третья таблеточка Морфеуса, которая вытекает из, в общем, предыдущих теорий, но в отличие от них, она реально работает, реально существует, и ее действия можно реально наблюдать. И теория эта, это теория дополненной реальности. Да-да, вы не ослышались, это теория дополненной реальности. Но это не та теория, о которой мы сейчас говорили, потому что это работает совершенно по иному принципу. Да и кстати, это вовсе никакая не теория, а давно сложившийся факт. Во-первых, вспоминаем сразу понятие виртуальности, о которой я говорил сам в начале. Помните, да, все эти объекты, действия, которых нет, но которые появились в итоге в силу тех или иных обстоятельств, ну и так далее. Чтобы понять эту идею, нужно правильно задать кое-какой вопрос. Что важнее, некая объективная, окружающая нас реальность или наше субъективное представление о ней? Правильно ли мы оцениваем окружающее бытие и существует ли вообще эта так называемая правильная оценка? И если да, то каковы ее критерии? Что ж, если мы говорим об оценке, следовательно, нам необходимы некоторые данные, с помощью которых мы и будем эту оценку проводить. Следовательно, чем более точной и обширной информацией мы владеем, тем более правильной будет наша оценка. Но тут возникает вопрос, а для чего нам вообще необходима оценка реальности? Ну, хотя бы для того, что чем более правильно мы ее проведем, тем точнее будут выводы относительно нашей роли в той или иной реальности и, следовательно, совершаемых нами действий и выборов. Простейшие примеры. Если в то время, когда вам снится страшный кошмар, вы вспомните, что вы во сне, кошмар закончится. Если один человек верит в лозунг «Жизнь одна, бери от нее все, здесь и сейчас», а другой верит в суд после смерти, у них по жизни могут быть очень разные выборы в одних и тех же ситуациях. Однако, если бы они знали наверняка, то выборы могли бы быть не столь различны. Ну и так далее. Примеров на самом деле можно привести массу от самых бытовых до самых фантастических. Ну и, конечно, знать, кто ты, где ты и что вообще происходит вокруг, это всегда очень полезно, но ведь это далеко не всегда можно определить, и вот среди прочих объективных оценок внешней реальности, до которых мы еще дойдем, есть один очень важный критерий. Критерий, не объективный с одной стороны, но очень даже в действительности объективный с другой. И этот критерий – мы. И вот у этих мы есть один очень мощный инструмент по созданию самой настоящей дополненной реальности – вера. Вот спросите себя, что вы точно знаете о мире? Именно знаете, а не верите. Если вы серьезно зададитесь этим вопросом, уверяю, ответы вас слегка удивят. А если уж вы слегка пройдетесь по наблюдениям тех людей, которые уже задали себе этот вопрос и провели некие исследования, уверяю, ваши ответы удивят вас еще больше. Вас удивит и теория эволюции, космоса, архитектуры, истории, технологии и много чего. И тут совершенно не надо одевать какие-то шапочки из фольги, упарываться ванунахов и прочее. Просто вы уткнетесь на то, что некие, казалось бы ранее, фундаментальные кирпичики вашей реальности при проверке некими фактами или хотя бы домыслами окажутся не такими уж прочными и незыблемыми, как вам казалось ранее. Я не буду приводить тут множество каких-то таких примеров, ну, хотя бы по типу того, как саблезубый тигр мог вообще так широко раскрыть пасть, чтобы вцепиться своими зубами в добычу, как он вылизывался и так далее. Позвольте более философский и эфемерный пример в качестве размышления, раз уж у нас тема про виртуальности, реальности и так далее. Вот скажите, а есть ли точные доказательства того, что все наши мысли находятся в голове? Где эти доказательства, что так называемая память, процессор, оперативка и прочее, находятся именно в нашей черепной коробке? И не может ли случиться так, что все это больше похоже на терминал? Например, мы можем наблюдать этот эффект во снах. Вот вы во сне пребываете в некой реальности, вы там говорите, ходите, действуете, но ведь вы там еще и думаете. Точнее, как бы думаете, но ведь думаете-то это не вы там, а вы тот, который спит. Понимаете? По факту, вас там вообще как такового не существует. Это лишь некая проекция в созданной реальности, которая думает, что она думает, не помня даже то, как она вообще туда загрузилась. Никаких параллелей не приходит на ум. И почему-то эта проекция думает, что думает головой. Хотя по факту она лишь принимает сигнал того, что думает более высокая, изначальная, относительно ее личность в иной реальности. Говоря проще, телевизор не думает, как и радиоприемник, он лишь ловит и преобразует сигнал. Понимаете? Да, можно сказать, что у нас-то тут все более, так скажем, детализировано. Но так это можно объяснить достаточно просто. Возможно, все вокруг лишь проекция более так называемого мощного процессора, и не более. Отсюда и вся эта детализация. Но во сне мы верим во что угодно. И совершенно не удивляемся, ну вообще любой происходящий так дичи. Ну и как это получается? То есть за миллиарды лет эволюции и десятки прожитых лет в теле, наш процессор не одупляет, в какой реальности он находится. И даже то, что во сне работают вообще совершенно иные законы, а точнее один закон вашей фантазии и воображения. Этот самый процессор никак не смущает. Ну представьте, какой-нибудь токарь на заводе работал 50 лет, точил болт, все это время, 50 лет с работы, домой, домой, с работы, ну и так далее. То есть все стабильно, постоянно одно, никаких изменений, внешних, то есть нету никаких сомнений в том, что реальность как-то вот нереальна. И тут ему может сниться сон, в котором происходит вообще все что угодно. И более того, он находясь в нем, не смущается этому, что вот лет 50, 60, 70 было так, а тут как-то совершенно по-другому. Вот это получается, что есть парочка очень весомых основ восприятия реальности. Первая, вера в нее. И вторая, совершение действий, согласно вере. Например, посмотрел телевизор и там сказали, что модно раз в год менять свой айфон на новый. Модно это где и для кого, везде и для всех или только в выбранной группе, которая смотрит телевизор и распространяет эту информацию, так или иначе, выступая уже самостоятельно, как некие ретрансляторы. И вот группа живет, а точнее создает и живет в реальности такой, что айфон это модно. И она, внимание, оценивает в большей или меньшей степени других по этой моде. Отводит некие силы, время, мысли, обсуждения, тратить на это деньги, ну и так далее. В общем, полный набор жизнедеятельности, опять же повторюсь, в большей или меньшей степени, в зависимости от целей группы, идеи и так далее. Разве это и не есть создание реальности, которой происходит действие? Например, в одной группе может быть действовать одни законы, совершенно противоположные другой группе. А третья группа вообще может к этому относиться всему нейтрально, как будто всего этого нет. То есть условно тебя могут подтолкнуть к определенным действиям, потому что тебе создадут реальность, в которой те или иные действия необходимы, удобны, или наоборот, неудобны. Получая, создавая и контролируя твои мысли, воздействуют на твой выбор, а значит и дальнейшие действия в определенной среде. А раз уж мы ранее выяснили, что реальность и есть некие действия, совершаемые в определенном месте, следовательно, вот вам и виртуальная, но вполне себе реальная реальность. Бытие определяет сознание, а сознание – бытие. И так по кругу. И тут все зависит лишь от масштабов той или иной группы, которая создает и дополняет свою реальность. Начиная от клуба по вышиванию крестиком и заканчивая условно масштабом Третьего Рейха. Все что угодно. Грубо говоря, манипуляции с разумом в рамках некой реальности с помощью информации это и есть создание искусственной дополненной реальности. И чем глупее объект, на которого манипуляция происходит, тем легче его загнать в ту реальность, которая нужна манипулятору. Это, конечно, если мы рассматриваем некий негативный пример. Потому что здесь можно точно так же посмотреть и обратное свойство. Например, когда кто-то кого-то мотивирует, делает уже не глупее, а наоборот умнее. То есть все это манипуляция, так скажем, это лишь инструмент. Но вот проблема, о которой мы говорили чуть ранее. Как же тогда определить некую объективность реальности? Хоть какую-то. С помощью каких знаний оценить реальность и свои действия в ней, приведя их в итоге к хоть какому-то общему знаменателю. Причем эта оценка должна базироваться на некой универсальной информации, неважно каких масштабов будет оцениваема реальность. Будь то дополненная в виде навязывания вам кредита, или самое что ни на есть глобальное. Итак, представьте себе, скажем, льва. Какие ассоциации у вас возникают с этим словом? У джунглей, например, антилопа, охоты, прайды львов и так далее, да? То есть, что это такое? Почему ассоциации такие? Потому что это естественная среда обитания, а естественность это как некая оптимальность. Естественность это задумка того, кто сделал льва и сделал реальность, в которую он помещен. Создал его характеристики, сколько он должен жить, как он должен жить, где он должен жить, в пределах каких выборов он существует, что ему необходимо делать, как он должен развиваться в рамках своего интеллекта и так далее. Но согласитесь, что лев, выращенный в зоопарке, это ведь уже не тот лев. Он не знает, что такое охота, что такое свобода, не знает, что клетка это неестественное, а потому и не комфортное следообитание. И если он выращен в зоопарке уже в 10-м поколении, сколько будет у него общего с тем, так скажем, оригинальным львом, каким был некогда его свободный предок? Каково будет его восприятие бытия? Каково будет его восприятие себя? И насколько далек он будет от своей, так сказать, начальной формы? Каковы будут его спектры выборов? И где ему лучше? На свободе? Или, правильнее сказать, в его естественной среде обитания, пусть даже и более агрессивной? Или же со свободным доступом мяса, в сытости, но в клетке? Но ведь все мы знаем, что даже золотая клетка это все равно клетка, ведь желудок это еще не весь лев, это лишь часть его физической формы, так что важнее, кусок мяса или свобода выбора в естественном обитании, где вероятно естественность, это оптимальная внешняя среда для существования в рамках физического тела, вероятно, с целью получения отдельной интеллектуальной единицы определенного набора знаний, которые в свою очередь трансформируются в жизненный опыт, на основе которого в итоге составляются те или иные выборы, которые впоследствии формируют и трансформируют ту самую интеллектуальную единицу в более сложную и развитую интеллектуальную единицу. Вот, возможно, и главная оценка развития и свобода. Естественность же окружающего бытия мы можем, вероятно, определить по исходным данным субъекта. К примеру, лев имеет крепкие зубы, большие размеры, мышцы, способен развивать высокую скорость и так далее и тому подобное. следовательно, логично предположить, что данные характеристики ему даны были не для того, чтобы сидеть в клетке. Следовательно, клетка и та реальность с теми законами, которые существуют в ней, это негативные изменения, отрицательно искусственно дополненная измененная реальность для льва, где основы законов фундаментальной реальности изменены не были, то есть в данном случае я говорю про физические законы мира, но искусственно созданные внешние условия совершенно противоречат изначально заложенным создателям функций для данной одушевленной единицы, а именно, повторюсь, свобода и развитие. Но что же у нас с современным человеком? Он выделяется из всех животных, у него больше выборов, больше желаний, мыслей, он без защиты телесна, но потенциал его интеллекта находится на совершенно ином уровне. Его интеллект это основной инструмент, следовательно, для воздействия на человечество самым верным способом будет ограничить его интеллектуальный потенциал, создать клетку для разума, ведь если уж человек это интеллектуальное существо, то и клетка должна быть соответствующая, согласитесь. Из чего делать эту клетку? Из информации. С одной стороны убрать все, что имеет значимость, и с другой стороны набахать столько всего ненужного, чтобы это была уже не клетка, а самый настоящий лабиринт. Так создается реальность для человека. Ему дают кирпичики и железные прутья, но клетку он строит своим собственным интеллектом и верой в эту клетку, ее законы и так далее. Вне зависимости от того, насколько сильно отличаются эти законы от изначально задуманных тем, кто создал некую интеллектуальную единицу в виде человека, поместил ее в тело, а тело в некую реальность, и чем дольше и больше людей верит в ту или иную информацию, тем она намного более стабильна. Ее стабильность заключается еще и в том, что в отличие от так называемых девайсов, люди со временем сами будут ее как поддерживать, так и защищать. Итак, вся эта современно дополненная реальность достигается лишь с помощью информации и веры в нее. Поэтому-то современный телевизор справляется с определением того, кто и где таракан, а кто нет, в тысячи раз эффективнее, чем какой-то чип. Повторюсь, максимум для чего нужен такой вот чип, ну, если так немного пофантазировать, это не для того, чтобы заигрывать с умом, а грубо говоря, воздействовать на человеческое тело, подобно собаке Павлова, чтобы человек сам себя дрессировал, если это потребуется, так как только сам человек может поверить, создать или смириться с внешними факторами, с реальностью, которую ему делают, в меньших или больших масштабах, неважно. Это элементарное и следовательно эффективнейшее самопрограммирование. Манипулятору, если он есть, лишь остается выбор того, как именно воздействовать в зависимости от своих возможностей. Можно уговаривать, можно обманывать, а можно иной раз и палкой по голове, чтобы дошло быстрее, по типу как дрессировка в цирке. А уж в итоге можно сделать так, чтобы человек поверил вообще во что угодно, что черное это белое, белое это мягкое и так далее. И тогда вполне себе реальна ситуация, когда 9 больных придут к одному что это он болен, потому что он не такой, как они. Аккуратнее с таблеточками и до новых встреч. Всем удачи!